Накануне губернатор Тверской области встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В центре внимания были социально-экономическое положение и реализация в регионе национальных проектов. По горячим следам мы решили выяснить у экспертов нескольких сфер, в которых реализуются эти проекты, что они думают по этому поводу. Последние годы Тверскую область уже не удивляют приезда в регион высокопоставленных лиц. Лишь за 2019 год в Верхневолжье побывали заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, уполномоченный представитель президента по ЦФО Игорь Щеголев, а также министр транспорта Евгений Зитрих и представитель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петрушенко. Они присутствовали на открытии участка трассы М-11 в Тверской области и высоко оценили работу главы региона в вопросах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». То, что работы в этом направлении идут стремительными темпами, подтвердил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Ведь в 2019 году запланировано привести в нормативное состояние около 550 километров региональных и местных дорог. Всего 375 объектов. То, что вы таким образом широким фронтом выдвинулись и стараетесь это делать в сезон, это абсолютно необходимо. Такого масштаба работ в регионе не было уже многие годы. Это подтвердило председатель постоянного комитета по транспорту законодательного собрания Тверской области. Станислав Петрушенко рассказал, что у нас в области максимальное рвение в этом вопросе. У нас, будем говорить, что 11 миллиардов практически дорожный фонд. Вот за последние 4 года, да, с учетом национального проекта, национальный проект нам дал еще плюсом 2,7 миллиарда. Это выделено у нас на текущий год. И будем так говорить, что эта сумма будет возрастать, вот, в следующем году будет приблизительно около 3 миллиардов, а будем говорить, в 21-м это будет порядка 4 миллиардов рублей. Кроме того, за качество этих дорог тоже можно не беспокоиться. Все работы ведутся в строгом соблюдении нормативов и квалифицированными специалистами. В приемке региональных дорог, в том числе и муниципальных, у нас участвует Министерство контрольных функций, Дорожный фонд, Министерство транспорта, главы муниципальных образований и депутаты законодательного собрания, которые от данной территории. И плюс еще, да, вот по городу Твери мы с вами видели еще и представители общественной палаты. При этом все дороги проверяются тремя разными лабораториями. Поэтому я думаю, что вот здесь точно с точки зрения контроля у нас, наверное, выстроено в регионе очень четко. Еще одним важным для Тверской области был и остается национальный проект образования. Его также обсуждал на встрече с Дмитрием Медведевым, глава региона. До 2024 года в Верхневоложье в рамках реализации национального проекта образования планируется построить 13 новых детских садов и 7 школ. Часть школ в городе Твери у нас будет сделана, как мы планируем, к началу учебного года, уже запущена буквально сейчас. Но часть мы пошли в таком пути, что, наверное, не стали идти на компромисс. И для того, чтобы все было сделано качественно и было принято не доделками, а уже как положено, то они будут открыты, эти школы, к Новому году. Такой подход губернатора оценил не только премьер-министр, но и тверские педагоги. Директор школы номер 4 полностью поддержала Игоря Рудани в том, что недоделанные школы открывать нельзя, даже под угрозой срыва сроков. Я абсолютно согласна с тем, что надо сдавать под ключ 100%. Мало того, это должно быть полностью безопасное учреждение. Что значит готова школа? Это значит, все системы работают. И отопительные, что подключено к электроэнергии. Что устроена школьная территория, которая является безопасной. Что есть стадион, что закуплены учебники, парты, техника, все подключено. Лучше задержать на месяц, на два, даже на полгода. Но, тем не менее, детям детей привезти уже в школу, которая полностью готова и отвечает всем новым требованиям. По ее словам, открытие новых учреждений сейчас в регионе необходимо. Ведь школы и детские сады дадут возможность получить дошкольное и начальное образование для более трех тысяч детей. В школах новых необходимость крайняя. Потому что, на самом деле, школы уже перегружены. Особенно такие школы, которые находятся в микрорайоне Южном. Потому что отстраивается полностью новый микрорайон Брусилова, Радужный. Все новые микрорайоны, школы забиты. Именно с этой проблемой переполненности и борется действующая власть. Игорь Удени неоднократно говорил о важности ликвидации второй смены и создании комфортных условий для обучения детей. Об этом глава региона донес и на встрече с премьер-министром. При этом Дмитрий Медведев отметил, что губернатор региона демонстрирует взвешенный подход к реализации национальных проектов. Он отметил, что одобряет подобные действия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова